Доброе утро, уважаемые участники аппаратного освещения. 31 числа Александр Юрьевич с рабочим визитом посетил Ивангород. Была затронута, наверное, такая, самый болезненный вопрос, самая болезненная проблема нашего города. Это транспортная логистика для тех, кто пересекает государственную границу, нахождение большого количества транспорта в городе, отсутствие всей инфраструктуры для комфортного пребывания, ну и большой негатив со стороны жителей. Юрий Иванович Заполадский не раз уже этот вопрос поднимал. Виктор Михайлович Карпенко плотно занимался много лет этим вопросом. Итогом стало то совещание, на котором были представители и силовых структур, и представители таможни, и все, кто заинтересованы в создании необходимой инфраструктуры. Значит, мы ждем протокол этого совещания, и, в общем-то, с нашей стороны уже проделана большая работа по подготовке необходимого земельного участка. Значит, он на сегодняшний день сформирован, поэтому в ближайшее время мы запускаем процедуру. Есть потенциальный инвестор, который готов на сегодняшний день рассмотреть возможность создания такого транспортного накопителя на въезде в Ивангольд. Поэтому я хотел бы поблагодарить Виктора Михайловича за ту работу, которая не зря проделана, и те преобразования, которые будут в ближайшее время, я думаю, что все жители, безусловно, их ощутят, и мы сможем уже дальше двигаться по другим проектам. Значит, ну, практически целый день губернатор был здесь, в городе, много ходил пешком, много что посмотрел. Значит, оценка Александра Юрьевича состояния города неудовлетворительная. Значит, вообще, скажем так, те службы, которые у нас должны этим заниматься, на сегодняшний день слабо справляются с поставленными задачами. Это касается и восстановления благоустройства, потому что, говорит, столько мест, где перекопано и не восстановлено, он еще не видел ни в одном городе Ленинградской области. Значит, задача поставлена просто штрафовать, поэтому касается всех сетевиков. Значит, давайте, коллеги, берем разрешение, указываем сроки восстановления, мы в этот день выходим, смотрим, нет, значит, не обижайтесь. Мы должны работать по одним правилам. Это касается и сетевиков, это касается и юридических лиц, магазинов, и всего остального. В ближайшие дни, как обещал Александр Юрьевич, значит, либо здесь, в Вангороде, либо на площадке правительства Ленинградской области, проведем большое совещание по разработке концепции развития Вангорода. Это касается и уличной дорожной сети, это касается и жилого фонда, это касается и благоустройства, это касается и всех инженерных сетей, всей инженерной инфраструктуры. В большом счете, надо с инженерии начинать и с жилищного фонда, и потом уже делать всю вертикалку, всю красоту, как говорится, на Вангороде. Поэтому мы сейчас с специалистами администрации подготовили и направили уже письма с просьбой дать схемы размещения всех наших сетей, чтобы мы понимали, где у нас что находится. И в ближайшем плане, если мы что-то будем где-то менять, где-то ремонтировать, то будем, скажем так, размещать, вернее, расчищать те участки, которые у нас пойдут под благоустройство, под строительство каких-то новых объектов, потому что город реально весь в сетях у нас, просто весь в сетях. Худание и копни, везде у нас что-то обязательно закопано. Поэтому такое положение тоже не устраивает, это мешает развитию города. Поэтому там, где мы будем проводить работы, мы хотели бы сначала на схеме увидеть всю эту ситуацию и потом посмотреть, да, может быть, какие-то другие коридоры пересмотреть. Иначе мы так и будем все время спотыкаться. Здесь площадку нельзя, детскую, здесь дорожку нельзя, здесь освещение нельзя сделать и так далее и тому подобное. Поэтому это наш с вами город, и мы здесь должны в этом отношении, я думаю, что тоже совместно поработать. У нас на повестке дня физкультурно-оздоровительный комплекс наш и его плачевное состояние, поручение губернатора Дома культуры. Я думаю, что мы рассмотрим вариант не капитального ремонта, а все-таки реконструкции, потому что те площади, которые на сегодняшний день есть, на Гагарина, они не позволяют всесторонне нам культивировать и развивать культуру, особенно на любительском уровне. Поэтому я думаю, что мы рассмотрим вариант, посмотрим земельный участок, существующий, возможно, сделаем пристройку отдельно большой концертный зал, большой, чтобы можно было проводить все наши массовые мероприятия. Запустите, пожалуйста, опрос по то, что губернатор просил, значит, либо ледовое, либо крытое футбольное поле. С учетом того, что есть ледовая площадка в Генгисеппе, нам будет гораздо дешевле организовать доставку наших ребят на тренировки, подумать, как это сделать технически, чем строить ледовую площадку здесь. Поэтому давайте всесторонне подойдем к этому, и будем просить уже Александра Юрьевича провести переговоры с «Газпромом». На основании, скажем так, нашего опроса. Определить точки роста в Ивангороде, где у нас будет развиваться какая-то город, ну и, в общем-то, привести в порядок то, что у нас сейчас в неудовлетворительном состоянии. Ситуация в городе Михаил Кузьмич. Через дорожные работы от фрезерованной улицы Загородная, Федюинская, Ленопедильная. Сейчас начались работы по установке и замене бортового камня. Срок окончания контракта 20 августа. Просьба людей немножко потерпеть неудобства, дороги необходимо ремонтировать. Продолжаются работы по подходу к пункту пропуска Парусинка. Пешеходная зона до выходных будет закончена. Начнутся работы уже по асфальтированию, подведению электрик и так далее. Давайте тогда, Михаил Кузьмич, качество работы. То есть я знаю, что вы ежедневно бываете на всех объектах. То есть в таком же режиме, чтобы у нас это все, в общем-то, если мы делаем, мы делаем это на годы вперед, чтобы этот вопрос закрыть и больше его не касаться. Это касается вообще всех объектов. Сейчас мы с тепловиками меняем год в дом. Продолжаются ремонты швов на Садовый 4, Восточный 7. Работа может остаться еще на 2-3 недели. То есть требуется реконструкция сетей. Так же, как и на Ксим Парусинки, но уже перехожу ко второму вопросу. У нас только один дом с вами на циркуляции, это на предельные два, а все остальное на рассмотре. Это что касается текстильщиков, 4 звонков, 62-й квартиры в прокуратуру написали, требуют от меня незамедлительно горячую воду, согласно 354-м правилам. Но я там ничего не сделаю пока. То есть полумерно не делаю. Там через насорвление, да, такое? Там нет, там система горячего водоснабжения, она тупиковая, да. И так же разговоры с теплоузлом, и людям на 4-х этажах, на 5-х приходится очень много пропуска. Много расхода, именно горячего вода. Тут и в общем, это проблема уже не была. Направили бригаду, вчера немножко нестыковка получилась в установке засыпки песка, приношу свои извинения перед жителем. Мы говорили, сегодня все уже засыпано. Мы разобрались и нельзя рекомендовать в общем. Меру принято. Понятно, но сейчас идет подготовка к зиме, сейчас идет ремонт подъездов, сейчас работы на кровлях у вас идет. Ну, это все было же нормальное. Нормально, все, главное, да, на этом не остановлюсь, не остановлюсь на достигнутом. Значит, у нас была ли на предельной 23, мы с вами выходили, смотрели кровлю, то, что затекало туда. После дождя жалоб больше не было, которые были на прошлый день. На предельную затронули, Михаил Кузьмич, на предельной 21, там работа остановлена у нас. Значит, давайте и пожарные, и Роспотребнадзор там, потому что, ну, ситуация просто пахла. С подрядчиком есть связь или нет? Да, здесь у нас связь связи. Значит, давайте его сюда выдергивайте, и вместе идем туда, нам ее. Потому что там уже все начинает обрастать слухами, домыслами и так далее, и тому подобное. Зашли бодро, и все, испоткнулись. Уже август месяц, дорожка от Садовой до Гагарина прибора делается, когда вы ее там исправите. Ну, там же дефект незначительный совершен. Вы ее исправьте, пожалуйста, три года. Она все проваливается, проваливается. Ну, постараемся, постараемся, хорошо. Там у Гагарина 38, здесь работают, тоже там, пожалуйста, все заделайте. Обычно вы себя выковыриваете, все камни оставляете. Еще обратились к текстильщика 3, квартира 8. Там очень сложная ситуация, я знаю. Сейчас они написали письмо прокуратуре. Это с кровли, да? Да, у них все течет. Там плесень страшная в квартире. Они сейчас приглашают в Роспотребнадзор и телевидение. Квартира там, это когда муниципальная? Мы очень в плачевном состоянии ехать, мы смотрели. Там один живет человек? Нет, там семья. Там Василова, по-моему. Василова? Из общей информации, по моему тех дорог, которые озвучил Михаил Кузьмич, мы сегодня размещаем еще два участка. Сумма 1,511, Кривановская и Советская. Контракт планируют включить до конца августа, соответственно, на сентябрь эти работы провести. Это я себе поговорю. Если говорить более широко, на прошлой неделе состоялось очень важное мероприятие. На котором присутствовал Михаил Шкарпенко, я присутствовал. Мы презентовали наш проект, что мне надо в условии. То есть в мероприятии было посещено начало и реализация приграниченного проекта «Зампорт сотрудничества». Проект наш получил высокую оценку. Было важно после этого еще Александру Юрьевичу оценить. Поэтому работы все идут в плановом режиме. В начале следующего года провести мероприятие полностью. Мы желаем, чтобы заключить на тракт и приступить к исполнению организации у нас до 2021 года. Очень интересная концепция. Александр Юрьевич еще и подробно доложил, как мы двигаемся в реализации. Поэтому я думаю, что таким центром будет притяжение и горожан, и туристов. Многофункциональнее получится у нас зона и для отдыха, и для мероприятий. Мы выполняем курсы международной сети по улице Матросова. Затем мы выполняем работы по сбору крупногабаритного мусора по всему городу. Сегодня мы заходим на парусинку. Вчера почистили первый край, второй. А сегодня мы на парусинку переходим. И точечно по первым, вторым районам, где начались завалы, мы тоже вывозили. И приступим к осмотру и текущему ремонту детской площадки по улице Матросова. Что-то ремонтировать, карусели посмотреть, потому что уже там оборудование устарело. И там такой информационный ощут висит с номером телефона. Так вот жители говорят, мы не можем туда дозвониться. То есть вы посмотрите, актуальный этот телефон, не актуальный телефон. Хорошо, проверим. Объезд участков по ветеранскому подбору. Большая часть уже работает позади. И останется только награждение. И на этой неделе стартует конкурсная процедура по третьему ОЗЭ по инициативной комиссии. Я надеюсь, что в середине сентября, ну, крайне до конца сентября, мы все работаем. Переизвольно. Давайте по третьему ОЗЭ усиливаем работу, ускоряем процессы. Потому что мы обещали, что мы 1 сентября основные все работы по благоустройству, по ремонту, мы закончим. У нас только теплотрасса, но там есть объективные, субъективные причины. Все остальные должны быть графики. Я вас прошу. На личный контроль эту ситуацию взять. Можно проводить огромную работу, вкладывать большие деньги, но без соблюдения элементарных правил по благоустройству, любое муниципальное образование будет выглядеть за худалой деревней. На следующий момент рабочий документ. Документ, который мы приняли в прошлом году, со всеми дополнениями, изменениями необходим. Контроль необходим. Инистративное воздействие. Начиная от вопросов, связанных с осуществлением земельных работ, с момента начала, до момента качественного приема. Как положено, как написано по букве. И заканчивая вопросы, связанные с благоустройством тех, самых признанных территорий магазинов и так далее. Поэтому я хочу действительно, в частности касаясь административных правил, воздействия, обратить ваше внимание на это. Далее, подготовить предложение по включению в административную комиссию Киликсевского района представителей администрации. Возможно, советы депутатов готовы идти в нее лично. Там полно ночи переданы, вроде бы как они там осуществляют. Но у нас там должен быть представитель, у нас не самое маленькое муниципальное образование. И контролировать эти моменты, воздействовать, знать общую информацию. Ну, отначально внимательно его изучить. Значит, по пляжу. Пишут, говорят, что вот это было. Что пообщаемся немножко с остальным. Всем хорошего, разучивайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...